Сегодня мы поговорим о результатах лечения локально рецидивирующих сарком. Как уже неоднократно сообщалось, это редкая опухоль, а при том невероятно гетерогенная. И это, естественно, накладывает определенный отпечаток на проведение различных исследований в данном отношении. Локальный рецидив – это всегда трагедия для пациента и удар для лечащего врача, особенно для оператора. И в отношении того, является ли локальный рецидив хирургическим браком, или же это эпифеномен, который просто характеризует данные по типу опухоли, приведу множественные исследования. При том чистота рецидивирования варьировала от 8 до 90%. Естественно, выявлены определенные факторы, которые влияют на возникновение рецидива, и даже создавались определенные номограммы, которые позволяли предположить возникновение локального рецидива у каждого пациента. Но, опять-таки, даже если мы обратимся к крупным исследованиям того же самого Sloan Kettering Center, это огромное исследование, но мы, даже в данном исследовании, не учитывалось проведение адювантной терапии. Это очень сложная опухоль для составления какого-то однозначного рубильника налево-направо проводить. Это будет рецидив, не будет рецидива, ровно как и дискуссионный вопрос остается с химиотерапией, в каких режимах проводить, в каких дозировках. Мы не ставили столь амбициозной задачи для того, чтобы составить какую-то номограмму. Мы выбрали 213 пациентов, которые проходили лечение в нашем центре по поводу зафиксированного морфологически локального рецидива. А самое главное, данные пациента обладали достаточным объемом инструментальных исследований, лабораторных и, конечно же, амминистических данных. Клиническая картина практически не отличалась от первичной опухоли рецидива, разве что при рецидивах чаще наблюдались функциональные расстройства и болевой синдром. Выявление рецидивов чаще всего происходило самостоятельно пациентам, а не во время каких-то контрольных обследований по месту жительства в частности. Естественно, рецидивами занимались уже профильные учреждения. Наиболее часто применяемым методом для выявления и диагностики локального рецидива конечности это было звуковое исследование. Что мы оценивали? Это была общая выживаемость, безрецидивная выживаемость. В данном случае этот термин означает время от момента первичной операции постановки диагноза до зафиксированного локального рецидива и безметастатической выживаемости. Мы намеренно разделили данный термин как время до прогрессирования заливания именно в отношении локального рецидива для того, чтобы изучить феномен локального рецидива и насколько локальное рецидивирование накладывает отпечаток на дальнейшую судьбу пациента. Что мы использовали? Это был как, конечно же, однофакторный анализ Каплан-Майер и многофакторный анализ кокс-агрессии и логистической агрессии. Мы использовали три дизайна исследования. Первый из них хронологический. Он позволил как раз таки оставить хронологию событий возникновения рецидива на фоне проведения терапии. Таким образом, это 213 случаев возникновения первого рецидива. Далее мы дополняли данный дизайн, информацию о каждом возникшем рецидиве, что позволяло нам уже изучить клинические особенности локальных рецидивов, методы выявления рецидивов, а также функциональный результат лечения. Конечно же, когда мы уже дополнили данную информацию, мы не могли использовать многофакторный анализ. Таким образом, мы бы усиливали, происходило накопление факторов при каждом последующем рецидиве. И далее мы данный логический дизайн еще добавили информации о текущем состоянии пациента, функциональном результате, опять-таки наличии и отсутствии рецидива. И факторов мы, конечно, изучали очень много, но основными из них был край резекции. В данном случае имеется в виду радикальность операции как таковой, R0, R1. Но при этом мы еще выделили подгруппы по объему удаляемых тканей, по объему удаляемых здоровых тканей. То есть истинный край резекции, об этом я скажу чуть-чуть побольше, естественно, гравитопухоли, методы лечения, гистологические по типу опухоли, что, естественно, накладывало тоже определенные ограничения для исследования, размер опухоли, локализации, количество операций, то бишь возникновение самих локальных рецидивов, сроки их появления и популяционные данные. Итак, в отношении популяционных данных, я буду краток, потому что мне бы не хватило дня, чтобы рассказать о всех факторах, которые мы изучили, только о значимых. Действительно, по данным многофакторного анализа, женщины оказались более живучими. В отношении количества возникавших рецидивов зафиксировано от 1 до 12. То есть в некоторых случаях у пациентов возникало 12 локальных рецидивов, им было предложено 12 вмешательств. Но у большинства возникал всего один рецидив. Количество локальных рецидивов, как ни странно, оказало положительное влияние на безметастатическую общую выживаемость. То есть чем больше у пациента возникало локальных рецидивов, тем более благоприятна его была дальнейшая жизнь. Об этом я расскажу еще немножко попозже, потому что это довольно интересное заключение. Более того, факт возникновения раннего рецидива, и на данном графике представлены данные по радикальным операциям. То есть мы не брали в данное изучение уже не радикальные операции, они, естественно, накладывают негативный опечаток, я об этом уже говорил. То есть чем раньше возникает рецидив? Если рецидив возник ранее 6 месяцев, то это негативный фактор для общей безметастатической выживаемости. Это влияние доказано и по данным многофакторного анализа в отношении безметастатической общей выживаемости. Как правило, это были поверхностно расположенные опухоли больше 50 мм, и излюбленной локализацией являлась бедро. Размеры же рецидивных опухолей варьировались от мелких узлов, порядка 10 мм, до громадных инфильтратов до 60 см. В этом локализация первичной опухоли не оказала достоверного влияния, я имею в виду глубину расположения опухоли, то есть глубокая или поверхностная, на показатели исследуемых выживаемости. Однако при многофакторном анализе выявлено влияние, опять-таки прогнозируемое влияние, потому что это все соотносится с данными мировой литературы, на безметастатическую выживаемость. Самой популярной опухолей в данном исследовании являлась медифференцированная плеамортная саркома, различные подвиды липосарком, леомиосаркома, синолиальная саркома. Чаще были хайгрейд опухоли. Если мы говорим о морфологическом подтипе, мы, естественно, не можем выделить все морфологические подтипы. Мы производили оценку в отношении влияния на основные показатели выживаемости для основных, наиболее частых подтипов. И выявлено отрицательное влияние на показатели безметастатической и общей выживаемости, при том подтвержденным данными многофакторного анализа, для синолиальной саркомы. В отношении степени злокачественности, но опять-таки прогнозируемо, и все знают, что пациенты с хайгрейд опухолями обречены на худшие последствия. И доказано влияние на безрецидивную метастатическую общую выживание, как по данным однофакторного анализа, так и по данным коксорегрессии. Диагнозы, которые устанавливались при первичном контакте, были самыми разнообразными. При том, если мы проследим диагнозы, которые выставлялись в непрофильных учреждениях, то они, как правило, были гематомы, гнойные заболевания, доброкачественные опухоли, инфильтраты, заболевания опорно-двигательного аппарата. Естественно, если подкалена область, то это будет обязательно киста Бекера. И когда мы уже двигаемся в сторону профильных стационаров и профильных центров, то чаще уже можем видеть диагноз саркомы, ну или хотя бы подозрение на злокачественную опухоль. Естественно, первичный контакт оказывает влияние на безрецидивную выживаемость. Причем не только в отношении первого возникшего рецидива, но и всех последующих. Притом многофактный анализ также доказал влияние учреждения первичного контакта на общую выживаемость больных. Мы не были здесь оригинальны, и наши английские коллеги уже даже в свой словарь медицинский внесли такой термин, как «oops surgery». То есть та ситуация, когда хирург, удаляя какое-то поверхностное расположенное на образовании, не подозревает о том, что на самом деле он под местной анестезией вылучивает не липому, а какую-то high-grade саркому. Резекс опухоли мы оценивали традиционно в соответствии с классификацией Эннекинга 1982 года, которая по сей день, конечно же, не потеряла своей актуальности. В отношении радикальных мешательств мы выделили, не мы выделили, а Эннекинг выделил, кривое сечение, широкое сечение, футлярно-фасциальное сечение. Радикальность первичной операции, к сожалению, в связи с довольно частыми обращениями в непрофильные стационары, была довольно высокая, 32% нерадикальных операций. Радикальность операции, естественно, оказала влияние на общую беностатическую выживаемость. Самое интересное, это объем радикальной операции. То есть, когда у нас край резекса R0, может быть, и широким исечением, футлярно-фасциальным исечением, и дискуссии до сих пор ведутся в отношении того, как все-таки широко удалять сарково-мягких тканей. Кто-то говорит, что нужно отступать 5 см, кто-то сантиметрует, кто-то выделяет какие-то футляры. Но если мы все-таки будем придерживаться классификации Эннекинга и выделим два вида, в нашем исследовании, естественно, кривая резекция и широкое футлярно-фасциальное исчечение, то мы, естественно, получим влияние на безрецидивную выживаемость. Однако в отношении безметастатической выживаемости, общей выживаемости, эти обширные вмешательства не несут такой большой роли. Ровно как и доказано влияние по многофакторному анализу, кривая резекция, в данном случае, естественно, имеется в виду не R1, R0, а именно объем радикальной операции. Пациенты с нерадикальным вмешательством были исключены из данного анализа. То есть, влияние только на безрецидивную выживаемость. Дистанционная лучевая терапия в нашем исследовании, к сожалению, применялась не по поводу первичной опухоли. Опять-таки, потому что пациенты с рецидивными опухолями поступали к нам из различных учреждений нашей страны. И, как правило, это, слава богу, был первый рецидив. Но были и эксклюзивные случаи проведения лучевой терапии только на 10-м рецидиве. Притом, конечно, суммарно-очаговая доза составляла от 50 игр. И при этом выявлено влияние адъювантной лучевой терапии. Как правило, в данном исследовании больные подвергались адъювантному режиму лучевой терапии, дистанционной лучевой терапии, на общую безметастатическую выживаемость, ровно как и на безрецидивную выживаемость даже после органосохраняющих операций. Лучевая терапия доказала свое влияние на безметастатическую выживаемость, опять-таки, в рамках нашего исследования, потому что был отбор больных, которые страдали от рецидивных опухолей, на безметастатическую выживаемость. К примеру, хочется сказать, что, естественно, сарково-мягких корей должно наблюдаться в профильных центрах. Об этом каждый докладчик упоминает. В 50% случаев пациент выявляет рецидив сам. Следовательно, и нужно четко инструктировать пациента, что он должен все-таки поглядывать за своим рубцом, даже если он не ходит на контрольное обследование, потому что, к сожалению, пациенты растворяются в воздухе, такое ощущение, уходя даже из профильных стационаров. И рутинное применение ультразыкового метода в данном исследовании, конечно, позволяет покрыть множество рецидивов. Основным неблагоприятным фактором в данном исследовании являлся грейд. Ну, в общем-то, это все литературно доказано уже. Интересно, что выполнение объемных травматичных операций в данном исследовании позволило улучшить показатели безрецидивной выживаемости, но не улучшило показатели общей безметастатической. Лучевая терапия также здесь позволяет улучшить показатели общей безрецидивной, а при лечении первичной опухоли положительно влияет она безметастатическую. Ранний рецидив – это негативный фактор в отношении прогноза пациента. Ровно как интересен феномен часто упорного рецидивирования, я с этого начинал. Ну, то есть, чем больше у пациента локальных рецидивов при отсутствии метастатической болезни, тем благоприятнее у него получается прогноз. Это не говорит о том, что надо изначально оперировать пациентов так, чтобы у них возникали локальные рецидивы. Конечно же, опухоль просто этого не позволит. Это говорит об обратной ситуации. Если к вам приходит пациент, который страдает какой-то мягкотканной саркомой, у которого уже 8 рецидивов, который не получал никакую адъювантную терапию, и при этом у него до сих пор не возникли метастазы, наверное, эта опухоль биологически позволяет ему жить. То есть, это один из подтипов опухоли, я не говорю даже сейчас о морфологии, потому что сейчас 100 подтипов, будет еще больше. Это все разные опухоли. Когда мы выбираем тот или иной метод лечения с позиции хирурга, у нас всегда стоит вопрос при далеко зашедших процессах, особенности это 8 рецидив, например, в отношении ампутации. И если он живет без метастазов, и у него 8 рецидивов, может ему пожить с рецидивом еще и не торопиться с каким-то вмешательством, и не снижать функциональный результат, особенно если мы говорим о конечности, и это все все-таки люди трудового возраста. Спасибо вам большое, и надеюсь, увидимся в следующем году здесь же. Спасибо, Григорий Владимирович. Пожалуйста, вопросы? У меня есть вопрос. Первый вопрос, судя по тому, что вы изучали рецидивы, есть ли у вас группа пациентов одноументного рецидивирования и метастазирования? Конечно, конечно. Есть она на слайдах? На слайдах здесь не представлено, к сожалению, я бы еще занял в три раза больше времени. Нет, это особая группа пациентов. Что вы думаете по поводу выживаемости у этой группы больных? Естественно, возникновение метастазов снижает показатели общей выживаемости. Это самая сложная группа больных, одноументно рецидивирующих и метастазирующих в один период. Второй у меня вопрос. Вы говорили о том, что больше всего рецидивов у вас было нижней конечности. Ну, нижняя конечность, она достаточно разнородна. У вас есть слайд, на котором показано, какая локализация наиболее часто рецидивирует? Можно включить? Ну, секундочку. Простите, техника не может быстрее, к сожалению. Может быть отсюда будет быстрее? Пропустил? Пропустил, вот следующий. В данном слайде представлена типичная локализация. Это не говорит о том, что в данной области опухоли рецидивируют чаще. В принципе... Верхняя треть, да, где-то получается? Это бедро. На нижней конечности это бедро, а на верхней это предвлечье. Медиальная поверхность, наверное. Да, да. Это просто наиболее частая зона возникновения сарком так-таковых. Это не говорит о том, что они там чаще рецидивируют. Данное исследование было посвящено рецидивирующим саркомам. Хорошо. И последнее, что я хотел сказать. У вас прозвучал тезис, что количество рецидивов не влияет на выживаемость. Я правильно понял? Есть группа больных, при которой количество рецидивов даже оказывают положительным... Это ретроспективно мы можем понять, что если у пациентов много рецидивов, то это благоприятный фактор, если до этого момента не возникли метастазы еще. Я вот закончил выступление как раз об этом. Это очень спорный тезис, потому что наши учителя в свое время публиковали данные вот такого характера. Но параллельно с этим вся европейская школа, она все-таки комментировала рецидивирование как один из признаков отрицательных, то есть влияющих на выживаемость, на онкологический результат. Поэтому, мне кажется, надо вот эти данные перепроверить. Здесь влияет больше биология опухоли. Да, это философия. Я говорю о статистике. Я говорю о статистике. Мы в своей работе, я сейчас не могу сказать, поле 5000 сарком, значит, вот последнюю группу мы анализировали и убедились в том, что наши классики, вот московской школы, в этом ошибались. Это абсолютно точно влияет на выживаемость количеством рецидивов. Другое дело, если вы разобьете рецидивирующие опухоли по локализации, по морфологической форме, вы тогда увидите, что может быть малозлокачественные или слабозлокачественные опухоли, низкой злокачественности, они меньше, скажем, вызывают метастазирование. Это может быть, но количество рецидивов в одной и той же, скажем, в одной и той же морфологической форме 100% влияет на выживаемость. Как раз для этого и проводится многофакторный анализ. Спасибо. Спасибо, Артур Юрьевич. Будьте любезны. У меня одно маленькое комментарий к этому вопросу и два вопроса. Я хочу сказать, что количество рецидивов в 70-х годах было докторской рецидивной, где было показано, что чем больше рецидивов, тем больной дольше живет. Я думаю, что это глубоко ошибочное объяснение, не с той стороны взгляд. Эти больные, они и так живут хорошо, потому что у них низкозлокачественная опухоль, просто им не везет с хирургией. И объяснить, что чем больше рецидивов, тем увеличивается выживаемость, мне кажется ошибочным. И у меня с этим два вопроса. Знакомы ли вы с работами, в частности, английских хирургов, где край резекции измеряется миллиметрами? Конечно. Частота рецидивов достигает 8-9%, очень низкий. Конечно. Это первый вопрос. И второй, я хотел, чтобы комментировали, там, где Энекинг, это расстояние 5 сантиметров. И второй вопрос связан, как вы рассчитываете футляр при рецидивах? И как вы говорите о футлярном иссечении, если расположена опухоль над туловищем? Спасибо за вопросы. Не только англичане занимались количественным анализом отступа от опухоли. Особенно японцы преуспели также в этом. Они действительно в миллиметрах высчитывали, сколько отступать от опухоли. И здесь вопрос не только качества хирургического пособия, но и, опять-таки, биологии опухоли. Взгляд, опять-таки, ретроспективный. Наверное, я неправильно сделал акцент в отношении того, что чем больше рецидивов, чем дольше человек живет. Конечно, это не так. Дело в том, как нам практически подойти, когда у нас приходит такой пациент, который еще не метастазировал. Наверное, это тот самый по тип опухоли, низкой степени злокачественности, или это вообще отдельный по тип опухоли, который сейчас не классифицируется, который позволяет так долго жить пациенту. В отношении футлярности и сечения при рецидиве, конечно же, если мы имеем дело с рецидивирующим заболеванием, то футляр уже нарушен. И просто здесь влияет не только то, как широко. Это стремление рассчитать первоначальную анатомичность расположения опухоли и вернуться к первоначальному футляру. Конечно, это больше философия хирургии, нежели четкие показания, что это футлярное сечение, а это просто широкое сечение. Но это также мы используем. Поэтому в данном исследовании, например, мы не проводили аранжировку между широким и сечением и футлярно-фасциальным. То, что и шло по протоколу операции, как футлярно-фасциальное и сечение, то относилось вместе с группой широких и сечений более широкой. Вот если мы вернемся к тем слайдам, но сейчас это долго выделено. Либо это краевое сечение, когда у нас псевдо-капсула опухоли является краем резекции и прослойка здоровой ткани. Либо это уже массив ткани окружающих ее в рамках нарушенного даже пусть футляра. Вы совершенно справедливо поставили на первое место в плане риска радикальное смешательство R0 и R1. Но тем не менее, какие у вас данные по вашим наблюдениях это количество и процентное соотношение R0 и R1 выполненных вмешательств на конечностях, на верхних и нижних. И второй момент, как все-таки вы оцениваете, что такое R1? Это на основании каких исследований вы даете оценку, что в данной ситуации выполнено R1 вмешательство? Спасибо. Конечно же, R1 вмешательство мы оцениваем благодаря нашим морфологам. Они должны нам дать ответ, какой у нас край резекции. Для этого он специфически маркируется. Это нацитолог? Нет, морфолог. Морфолог. По данным окончательно морфологического исследования операционного материала. По блоку все маркируется, окрашивается и нам дается результат R0 или R1. В отношении радикальности оперативных вмешательств в данные исследования вошли множество пациентов, которые получали лечение не в нашем учреждении, и, к сожалению, количество их было 32, по-моему, процента нерадикальных вмешательств на первом этапе. Это большое количество. И данный факт, конечно же, снизил показатели, снизил прогнозы пациента. Естественно, как в отношении безрецидивной вышиваемости, так и общей вышиваемости. Спасибо, да, пожалуйста. Да, да, пожалуйста. Сейчас, сейчас, микрофон. В микрофон, будьте любезны. Скажите, пожалуйста, проводили ли вы адъювантную терапию вот в группе с большим количеством рецидивов и влияла ли там, где вы говорите о большом количестве? И какая морфология опухолей проводился, вот анализ, была в этой группе вот с большим количеством рецидивов? Спасибо. К сожалению, в данной презентации я не могу стратифицировать каждый слайд по морфологии, но вкратце, естественно, мы проводили, вот в большинстве случаев, опять-таки, слайд, посвященный лучевой терапии, как этапа комбинированного лечения, мы проводили, конечно же, лучевую терапию. Иногда, когда пациент приходил на 10-м рецидиве, мы на 10-м рецидиве проводили лучевую терапию. Рано или поздно ее надо провести уже, если 10 раз рецидивировало. В отношении морфологии опухолей, конечно же, там тоже то же соотношение, которое было по первым рецидивам, тоже и по 10-м рецидивам. Мы не смогли проследить какой-то специфики по морфологическому по типу, который бы позволял так долго жить пациенту. Мы не смогли этого сделать. Слишком, наверное, маленькая выборка. Мы будем работать над этим. Спасибо. Еще вопрос. Коллеги, спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.